Для того, чтобы ощутить полет, не обязательно отправляться в космос самостоятельно. Можно запустить в небо кусочек своей души и управлять им с помощью тоненькой веревочки. Поверьте, удовольствие невероятное! Идея пришла от всероссийского проекта «Ты человек!». Мы делали воздушных змеев с детьми в детских домах. Нам эта идея понравилась и решили сделать такой чемпионат на город. И, собственно, все вроде бы получилось. Дети довольны, взрослые довольны. Что вы делаете? Расскажите, пожалуйста. Мы делаем летающий змей. Зачем тебе воздушный змей? Чтобы запустить его. Сложно делать змея? Когда ветер дует, да. А так нет. Как назовете? Как назовем нашим змей? Я хотел бы ему назвать этим «Тигром». Как вы это делаете? Руками и ногами. Долго учились? Где-то года два, наверное. Потихоньку, помаленьку. Выходил на пляжи и там, соответственно, тренировался. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И, в общем, более-менее научился. Чего хотите научиться еще? Научить змея. Есть веселый трюк, Аксель, когда змей переворачивается и летает вверх тормашками. Но это сделать очень сложно. Если в следующий раз, взглянув в окно, вы увидите ветер и решите, что ваш день безнадежно испорчен, возьмите с собой воздушного змея и позвольте ветру унести вас обратно в детство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова